Добрый вечер. Как всегда в это время объектив позиции в студии Юрий Борисович. Акция «Азбука спасателей для рядовых харьковчан шагает харьковскими школами». У нас сегодня в гостях Толкунов Игорь Александрович, начальник кафедры пиротехнической и специальной подготовки полковник службы гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины. Здравствуйте, Игорь Александрович. Насколько мне известна «Азбука спасателей» – такая акция, которая проходит ежегодно в харьковских школах и вообще в школах области, на которой вы в таком формате серии тренинговых занятий, в которых вы пытаетесь объяснить подрастающему поколению азы работы спасателей. Расскажите буквально, как прошла со стартом этого года эта акция и на сегодняшний момент, как вы продвинулись, какой масштаб этой акции, сколько школ уже вы смогли посетить? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, в этом году, как и в другие годы, в прошлые годы, у нас стартовала акция «Азбука безопасности» для школьников, и не только школьников. Мы работаем и в высших учебных заведениях, и даже в детских садах. Эта акция очень масштабная, потому что на протяжении года учебного мы посещаем огромное количество школ, если можно так сказать. Это десятки школ, это детские сады, высшие учебные заведения, где мы говорим с детьми на понятном для них языке о тех вещах, которые им очень полезно знать в повседневной жизнедеятельности. Ну вот сейчас у нас такие хауда наступили. И, наверное, самый первый вопрос, который, наверное, вы поднимаете на таких уроках, на таких тренингах, как избежать обморожения, травм при гололюде. Какими методиками вы пользуетесь? Вы говорите, что с детьми общаетесь на доступных для них языках. Быть может, это в каком-то форме театрализованного представления, особенно для учащихся младших классов, показывать, ну, не знаю, быть может, кто-то в костюме какого-то героя, или такого не происходит. Или, то есть, который упал, и ему нужно оказать помощь. Ну, вы знаете, здесь, собственно говоря, выбирается методика работы с детьми в зависимости от той категории, с которой мы работаем. Младшие классы, маленькие детки, конечно, для них нужна форма более доступная, игровая, чтобы это было наглядно, визуально, понятно и доступно для маленького ребенка. Для более старших детей, конечно, здесь избирается методика уже, возможно, несколько иного плана на уровне детей старшей школы или средней школы. Здесь, конечно, уже подходы несколько иные. Чтобы использовать театрализованные какие-то, конечно, приспособления, конечно, мы это не используем. Я просто почему спросил, потому что видел фотографии на национальном, у вас в сайте университета, где вот как-то в каких-то костюмах это все происходило, театрализованных. Может, это были в прошлые годы, наверное, сейчас. Это были костюмы из категории специальной одежды. Ну, хорошо, оставим это. Вот вы каждый год проходите, в тех же самых школах проводите вот эти акции. И, наверное, если вы уже с младших классов до старших классов проводите эти акции, вы смотрите на эти лица, узнаете учеников, они узнают вас. Насколько база знаний увеличивается с каждым годом и годом? То есть дети, они уже умеют что-то там оказывать, первую помощь. И вот, может быть, начинается урок с того, что кто из вас может оказать первую помощь, покажите своим коллегам, вернее, своим одноклассникам. Действительно, на самом деле, это очень важно, чтобы ребенок не просто что-то знал, не просто, что ему рассказали об этом на уроке, он об этом слышал, я имею в виду уроки школьные. Самое главное здесь, это, во-первых, чтобы эти знания перерастали в умения и в навыки. Действительно, когда преподает или обучает учитель в школе, это одно и то же лицо, из дня в день, из года в год, до выпускного класса. Когда приходит сотрудник учебного заведения высшего, имеющие, ну, в общем-то, знания, которые расширяют его кругозор и умения в том числе, это совершенно, ну, скажем, иной подход, и для ребенка это совершенно иные впечатления, и, возможно, расширение тех знаний, которые уже он имеет. Если говорить об уровне подготовки школьников, то они, конечно, разные. Есть детки, которые сразу реагируют на какие-то вопросы, какие-то действия, они готовы сразу включаться в игру, если это игра, или же в работу, если это уже какие-то более серьезные действия. Вот, есть детки, конечно, которые, ну, требуют внимания отдельного, да, то есть, с ними нужно еще поработать, чтобы, во-первых, не было боязней, потому что знания есть в основном, чтобы ребенок был готов взаимодействовать, потому что оказать помощь домедицинскую пострадавшему человеку – это большая ответственность, и к этой ответственности нужно подходить именно с такой точки зрения. Я не просто знаю, я умею, и я готов это сделать. Вот в рамках этих уроков, может быть, есть и психологи, потому что, вот вы правильно сказали, это барьер, когда ты увидел человека, нуждающегося в помощи, и у тебя есть… Ты вроде бы имеешь определенные знания, но ты не знаешь, как их применить, потому что есть страх. Он, может быть, кричит, а тебе нужно подойти, наложить шину, либо там каким-то образом зафиксировать положение тела. Как вот этот барьер нужно преодолевать и учить? Я даже по себе могу сказать, что я, обладав какие-то знаниями, я не смог бы, может быть, подойти, потому что дождался бы врачей-специалистов, так как они более опытные. Но опыт – такое дело наживное, как говорится, да, то есть сначала нужно попробовать один раз, второй раз, потом ты будешь эти вещи делать на автомате. Как вот этот вопрос решается? То есть это преподаватель один, либо у вас есть группы преподавателей на разные уроки, на разные тематики? Если говорить о тематике вообще оказания домедицинской помощи как таковой, то это тематика, которая охватывает не только сугубо какую-то конкретную тему. В любом случае, если оказывается помощь пострадавшим, будь то в чрезвычайной ситуации, будь то в повседневной жизнедеятельности, как вы говорите, на улице, да, человек просит о помощи, ему необходимо каким-то образом помочь. Здесь, конечно, в общем-то параллельно с какой-то основной тематикой, например, то, что вы упомянули, холода, лед, гололедица или какие-то другие моменты, связанные с чрезвычайными ситуациями, как природного характера, так и эхногенного, всегда имеется момент, который включает в себя оказание домедицинской помощи. Поэтому каждая ситуация, она с одной стороны уникальна, с другой стороны типична. То есть есть у нас какая-то ситуация чрезвычайная, в этой ситуации применяются какие-то определенные тактические действия. Соответственно, занимается этими вопросами не один коллектив, не один преподаватель, например, если брать наше учебное заведение, Национальный университет гражданской защиты Украины, это работа системная. То есть при изучении дисциплин тактического характера, при проведении занятий по аварийно-спасательным работам, обязательно присутствует элемент оказания домедицинской помощи условным, скажем так, пострадавшим. В нашей ситуации, я имею в виду для высшего учебного заведения, очень важным является то, чтобы действительно умения переросли в навык, чтобы человек, ну в данном случае спасатель, будущий спасатель или курсант, был готов действовать, ну как мы говорим, на автомате. То есть чтобы голова работала в одном направлении, а руки делали правильные действия по оказанию помощи, чтобы эти действия были совокупны для стабилизации пострадавшего и оказания ему адекватной помощи. Вы сказали, что это такая масштабная акция. Сколько школ уже удалось вам, ну может быть, примерно количество, посетить подобными занятиями, с подобными тренингами в Харькове, насколько я знаю, и в области также вы проводите подобные тренинги? Да, конечно, мы работаем в школах, нас приглашают и в школы Харькова, приглашают и в школы, которые находятся и по области, Харьковской области. Если говорить в целом, год на год, конечно, не приходится, здесь, собственно говоря, в каждом году по-разному, но это десятки школ, это десятки школ, если на протяжении всего года. Вы правильно поправили меня, когда я говорил о костюмах, все-таки, это были костюмы, я вот посмотрел, это были костюмы защиты, химическая защита, спецодежда, которая, насколько дети и школьники реагируют, насколько они интересны, вот взять на себя, примерить на себя эту роль спасателя. То есть, эти неунылые уроки, скучные, вот пришел урок, и мы будем находиться, я вспоминаю о своих уроках, которые другие, ДПЮ были, ДПР, подготовка ЮНОКИВ, но это было скучно в самом-то деле, то есть, это не вызывало никакого там патриотизма, не вызывало никакое желание заниматься этим. Как вы превращаете вот эти ваши занятия, тренинги в такое мероприятие, которое школьники хотят поделиться потом уже, даже, может быть, с родителями и вне школьного времени? Вы знаете, здесь я бы не говорил о том, что в школах это действительно скучно или однообразно. В школах педагоги работают, в школах педагоги грамотные. Но здесь следует сказать, что эти лица, этих учителей, этих педагогов, дети видят каждый день. Они просто к ним привыкают. Поэтому где-то, возможно, это превращается, ну что ли, одно и то же лицо, одна и та же информация, одни и те же слова, превращается в некую, может быть, даже и рутину. Но школы работают, они обеспечены. С точки зрения участия наших специалистов, не только моей кафедры, не только, скажем, сотрудников конкретных подразделений, а всего университета в целом, мы, во-первых, появляясь в школе в специальной одежде, в форме, мы уже привлекаем к себе внимание. Уже ребенок смотрит на нас, как на человека, обладающего некой степенью, ну что ли, может даже и власти, да, или же какими-то знаниями, которые они, в общем-то, и те же, которые дают учителя. Но это другое лицо, это другой человек. У вас полминутки для того, чтобы, я так понимаю, не только цель детям рассказать о том, каким образом можно обрести вот эти навыки оказания первой медицинской, домедицинской помощи, но также, я так понимаю, вы популяризируете профессию спасателей, собственно говоря. Знаю, что скоро у вас будет, ну в какое-то время, день открытых дверей, вы можете пригласить харьковчан принять участие в этом вашем мероприятии. Спасибо большое за предоставленную возможность. Уважаемые горожане, уважаемые родители, выпускники, сейчас ваши дети, вы находитесь на этапе жизненного становления, жизненного роста. Естественно, для того, чтобы получить в нашей жизни тяжелой, сложной, как мы говорим, путевку в жизнь, необходимо избрать правильный путь, правильное направление. А профессия спасателя, поверьте мне, она достойна того, чтобы быть спасателем, чтобы оказывать помощь людям в разных ситуациях, сложных, жизненных, в условиях чрезвычайных ситуаций. Поэтому я, пользуясь случаем от имени руководства Университета гражданской защиты Украины, от себя лично приглашаю всех желающих посетить наше учебное заведение на дне открытых дверей, который состоится 24 февраля 2018 года. Очень интересная программа заложена в это мероприятие. Будет интересно, будет познавательно. Действительно, наши специалисты покажут массу интересного. Спасибо большое за участие в нашей программе. У нас в гостях был Толкунов Игорь Александрович, начальник кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok